В Украине произошел целый букет политических состояний, и даже если специально такой сценарий попытаться представить, его сложно отрежиссировать. Объясню почему. Первое и самое главное. В Украине произошли абсолютно гражданские выступления против власти Януковича. Потому что это, я знаю, у меня много друзей в Украине, это близкие люди, и они абсолютно объективны, они не ангажированы никаким кланом. Это правящая клика Януковича просто довела страну, что называется, до разорения. То есть бывает, ну понятно, да, там чиновники подворовывают, понятно, это уже пример такой патологической жадности, которую просто уже отнимали у людей, что называется, последняя. И люди вышли совершенно обоснованно с гражданским протестом. Это было абсолютно такое человеческое, гражданское движение, и нельзя украинцам в этом упрекнуть. Они выразили свою волю, не имеют на это права. Кто воспользовался этим? Вот это следующая часть марлезонского балета. Потому что воспользовались этим абсолютно ангажированные политические, скажем так, марионетки, которые начали исполнять, естественно, заказы тех, кто им платил деньги. И, в общем, ведь администрация США не скрывает того, что вкладывала в Украину на протяжении последних каких-то лет порядка 5 миллиардов долларов. Зачем вкладывали? Наверное, для того, чтобы вырастить какую-то себе подконтрольную клику бизнесменов, чиновников и так далее. Не просто так ведь. Благотворительностью США не занимаются, и это глупо было бы полагать. В результате сложилось то, что сложилось. Воспользоваться гражданским протестом тут же поспешили такие мелкие политические дельцы, которые, в общем, своей жаждой дележки портфелей, кто теперь будет контролировать ресурсы и так далее, они забыли о том, что, собственно говоря, основной ресурс топливно-энергетический Украина получает от России. Вместо того, чтобы, может быть, как-то эту ситуацию урегулировать дипломатически, они ввязали страну фактически в режим такой перманентной гражданской войны. Мы это видим на Востоке, что творится. Для меня, как для человека, который родился на Украине, я коренной киевлянин, это выглядит вопиюще, жутко и несправедливо. Украина прекрасная страна, которая просто не имеет права на какие-то внутренние конфликты, уж тем более на такое бесцеремонное давление ни с какой стороны, ни с той, ни с другой. Но сегодня уже без внешних факторов эту ситуацию, как говорят народе, разрулить невозможно. Плюс к тому, надо понимать еще, что перегибы и в ту, и в другую сторону, они всегда опасны. Если у людей накопились протестные какие-то состояния против клана Донецких, которых представлял Янукович, то сегодня точно такое отторжение вызывают представители так называемой западной цивилизации. Это искусственно созданное формирование, потому что я много времени проводил в Западной Украине, и во Львове, и в Ужгороде, в разных городах, ездил в фольклорные экспедиции туда, и по сей день общаюсь с музыкантами, да у нас никак в жизни не было никаких проблем там языковых. Ну не знаешь украинского, говори на русском, ради бога. Ничего такого, ахох какого не было. Но если говорить о бюджетах, то на 5 миллиардов можно было, наверное, вырастить какие-то ячейки совершенно оторванных от жизни людей, которые просто зомбированы, и они говорят, да, вот теперь все, Украина, Бандера, наш герой и так далее. На самом деле я не думаю и более чем уверен, что это далеко не мнение большинства украинцев. Но сегодня, к сожалению, голоса украинцев, которые хотят жить в своей стране, которым не нужен никакой протекторат, ни польский, ни русский, ни американский, никакой. Они хотят жить в своей стране, они имеют на это право. Сегодня их голос, к сожалению, не слышен. И от того, насколько грамотно и последовательно будет все-таки спозиционировано сначала приведение к миру, а затем к какому-то дипломатическому статусу, будет зависеть, вернется ли Украина так скоро на путь такого здорового цивилизованного развития. Хотя я могу быть не согласен вот с чем. Когда была категорическая точка зрения, высказана многими нашими политиками, что либо вы в ЕС, либо вы с нами, либо вы туда. Я думаю, что для Украины с точки зрения экономической, безусловно, присутствие в таможенном союзе было бы, естественно, разумным. Потому что сегодня львиная доля экспорта Украины, ну, по крайней мере, не сегодня, а вчера, она приходилась на Россию. Говоря об ассоциации с ЕС, тут скорее могла бы быть более дипломатическая ассоциация, культурная, нежели экономическая. Но, в общем, урегулировать эти вопросы можно было бы, если бы, сейчас уже история не терпится слагательных наклонений, но если бы на месте бывшего президента Украины, до вот этой самопровозглашенной хунты, был все-таки человек образованный как политик и грамотный, знающий историю, а не вот случайный такой искусственно выращенный продукт, как был президент Янукович. Это мое мнение. Так что теперь остается уповать на, еще раз повторюсь, выдержку нашего руководства и последовательное все-таки приведение к переговорам урегулирования этой ситуации кризисной.